Приточность 58% от нормы. Аномальный показатель. Исторический минимум за всю историю края. На сегодняшний день, 22 июля, уровень в реках региона приближается к осенним показателям прошлого года. Всего в среднем 120 сантиметров. Причина – недостаточное количество снега в горах и отсутствие осадков. Гидроситуация сильно осложняет перевозку грузов по воде. Так, бийский песчаный карьер отправляет материалы преимущественно речным транспортом. Из-за обмеления баржи садятся на мель почти ежедневно. Если посадка не сильная, то в течение двух часов состав снимается с мели. Если сложная посадка, то в течение четырех часов снимается с мели. Сегодня по алтайским рекам перевозят песок, щебень, отправляют в Томск, Сургут. Такая востребованность в речной навигации впервые с советских времен. С начала навигационного сезона перевезено более 600 тысяч тонн груза. Цель – миллион. Но это если небесная канцелярия позволит. Ведь из-за обмеления баржи сейчас недозагружены аж на 30%. Это 700-800 тонн. Это фактически 30%. Возможность грузить баржу – 1000-1100. Фактически на 30% снизилась возможность загрузки баржи. Основная проблема – это возможность захода в определенные притоки реки Аби. Это усть-пристань. Приходится делать дополнительные дноуглубительные работы. Инфраструктура водного транспорта в последние годы начала вставать с колен. И это позволило снизить нагрузку на автодороги. Одна баржа способна перевезти сотни тонн. Вес – 50 большегрузов, которые в основном и разбивают алтайские дороги. Ну и основная задача – это безопасность. Если мы снизим количество грузовиков на наших трассах, водителям будет передвигаться гораздо безопаснее. Из-за сложной ситуации новодеречники могут завершить навигацию не в октябре, а гораздо раньше. Что касается прогулочных теплоходов – опасаться нечего. Они могут плыть при глубине всего в 110 метров. Однако специалисты еще надеются и на дожди. Пусть кратковременные, но они второй день идут в разных районах края. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.